Суфию гандизма как основу государственной политики подчеркивали все лидеры независимой Индии. По части отцу нации, премьер-министр Моди приехал отдать в Ашрам, где Махатма Ганди положил начало большому походу за свободой. Посмотрите на любую мировую проблему. Учение Махатмы Ганди предлагает решение каждой из них. Молодому поколению в Ашраме показывают чарху, ручную прялку, с помощью которой Ганди объявил бойкот английским текстильным магнатам. Отсюда же из Сабармати Ашрама он отправился в свой легендарный соляной поход. На берегу моря в нарушении монополии Ганди выпарил щепотку соли, показав индийцам пример ненасильственного сопротивления британским властям. Переговоры с британскими властями происходили здесь, и сам Ашрам стал полигоном для управления независимой Индией. 150 лет назад ничто не предвещало, что молодой Махандас Карамчанд Ганди, отучившись в Лондоне на юриста, станет символом освободительного движения. Но эпизод Южной Африки, куда адвоката пригласили вести дела индийской диаспоры, стал переломным моментом в его мировоззрении. Прикинуть. Ты слышал, Кули? Пошел в третий класс. Но я всегда ездил в первом классе. По возвращении в Индию он возглавит Индийский национальный конгресс, партию, которая возьмет власть после ухода британцев. Сам Ганди в правительство не входил никогда, и, как вспоминает его внучка, тяжело переживал кровавый конфликт между индуистами и мусульманами после раздела британской Индии на Индию и Пакистан. Он с грустью наблюдал за разделом страны. Говорил, что иностранный враг может быть побежден методами ненасилия. При жизни в самой Индии его фигура вызывала споры, но в мире его образ вполне сложился. Бродячий мудрец в мужской юбке Тхоти с посохом в руке, ведущий Индию к независимости мирным путем. Для Индии сегодня Бапу, что в переводе с хинди означает «папа», как здесь называют Махатму Ганди, все равно, что дедушка Ленин для позднего Советского Союза. Памятники во всех крупных городах, портреты в высоких кабинетах и офисах. Глава из учебника истории, символ прошлого. Идеи же Махатмы Ганди, начиная с отказа от ядерного оружия, заканчивая ненасильственной экономикой и ручным трудом, в сегодняшней Индии уже воспринимаются как утопия. Человек мира, политик и святой, один из немногих, кто вошел в историю кровавого 20 века призывами отказа от насилия и проповедью всеобщей любви, был застрелен фанатиком в 1948 году. На месте кремации сегодня по очереди читали молитвы представители всех конфессий.